Фестиваль народного творчества «Сметанинские встречи» в этом году получил прописку в Архангельске и проходит с особым размахом, ведь проект поддержало Министерство культуры России. Это позволило пригласить самых разных и, несомненно, талантливых артистов со всей страны. Кто чем удивляет, расскажет Наталья Пулина. Кубаляк – это бабочка. Татарские народные мотивы на маленькой трехклавишной гармошке. Такого «Сметанинские встречи» еще не видели. В руках народного артиста Татарстана Керама Сатиева инструмент призван завораживать любого, кто его услышит. Я здесь выступаю уже четвертый раз. Я люблю эту землю. Здесь не хватает зрителей. Я всех вас люблю, всех уважаю. Обычно я приезжаю на Сабантуи. По фестивалю народного творчества Архангельск скучал. «Сметанинские встречи» в последний раз гостили у нас в 2015 году, а в этом проект поддержало Министерство культуры России. Это позволило нам пригласить очень интересных и разносторонних самобытных музыкантов. Это во-первых. А во-вторых, за счет поддержки Министерства культуры России мы будем проводить конкурс молодых исполнителей на национальных гармониках, который пройдет в октябре месяце. «Гармонитрайв» – коллектив, в составе которого исключительно молодые и талантливые. Это студенты Гнесинки и их преподаватель Павел Уханов, который честно нам признался, в Российской Академии Музыки каждый студент должен уметь играть обработки Сергея Сметанина. Есть много композиторов, которые обрабатывают мелодии очень часто достаточно известные. Там много вариаций на тему калинки, на тему вакузницы и так далее. А он именно брал неизвестные общие массы населения, северные наигрыши, северные песни, и обрабатывал их. Тем самым он сохранил вот этот национальный и местный фольклор. На большом концерте открытий свои умения показали гармонисты Севастополя, Тулы, Воронежской и Вологодской областей, а также Республики Беларусь. Каждый раз, когда мы встречаемся с гармонией, у всех у нас мгновенно всплывает великое множество песен. И в итоге все мы понимаем, что тот, у кого в руках гармошка – это первый парень на деревне. Удивили и местные самородки. Например, Алексей Карпов. В руках ученика Сергея Сметанина пила буквально «Поет» знаменитые подмосковные вечера. В рамках фестиваля пройдут две выставки, конкурс гармонистов и круглый стол с участием ведущих профессионалов России. Завершатся сметанинские встречи большим галоконцертом также в Архангельском театре драмы 17 октября. Наталья Пулина, Денис Линчевский, Регион 29.